Девушки отдыхают 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 Поняла? Поняла. Квартира твоя? Моя. Одна живешь? Нет. С мамой, с папой, с братом, с сестрой, с мужем, с детьми. Понятно. Деньги где? Нету. Так я и поверил. У всех есть какая-нибудь заначка. Где? Я же тут все раскидаю, помну, порву. А ну тебе надо? Ладно. Аккуратней, пожалуйста. Вы только вазочку не разбейте. Цельная, что ли? Нет, это мама на совершеннолетие подарила. Ну вот. А возьму? Да разобьемся. Может, все-таки скажешь, где что лежит? Ну и разойдемся мирно. Дура. Ну ты что добилась? Между прочим, это тебе будет хуже, если ты меня увидишь. Поняла? Поняла. Вот и хорошо. Сиди и молчи. Выкнишь еще какую-нибудь глупость, и я тебя... Убьете. Посмотрим. А если я кричать буду? Попробуй. Ну, все молчишь-то. Помогите! Ты чего? Руки подыми. Слыши? Вот. Не настоящий. Ага. Каждая девушка держит дома не настоящий пистолет. Ну да, не подумал. Каждая девушка дома держит настоящий пистолет. Стой! Стрелять буду. Промахнешься? А если нет, вот выстрелю тебе в ногу, и опять больно будет. Или вообще инвалидом останешься. А оно тебе надо? Брюхуешь. А ты подойди поближе и проверь. Нет, спасибо. Выше руки. Хорошо. А теперь маску сними. Зачем тебе это? А я терпеть не могу, разговаривать с невидимками. Ну, как хочешь. Ну, как? Ты не похож на преступника. А что, все преступники должны быть с кривой челюстью и помятым носом? Кто так. Ну, и что ты теперь делать будешь? А я тебя в полицию сдам. И там разберутся. Тереза. А как ты собираешься это сделать? Телефона у тебя нет. Полицию вызвать ты не можешь. Соседи можно позвать. Ау, соседи, помогите, спасите. Пожалуйста. Ну, если до утра так пытаться, обязательно кто-нибудь что-нибудь заподозрит. А вот ты зря шутишь. Я тебя сейчас свяжу и пойду к соседям. Ну, попробуй. Только, знаете ли, я сопротивляться буду. Не люблю, когда мне связывают. А у тебя есть другие предложения? Вот. Это уже конструктивный разговор. Давай-ка для начала ты пистолет опусти. То у тебя уже, наверное, рука устала. Еще выстрелишь, наверное. Но если ты будешь дергаться, я буду стрелять нецелес. Договорились. Ну, а что дальше? Это ты у меня спрашиваешь. А ты еще здесь кого-нибудь видишь? Нет. Ладно. Сиди, встанешь, стрелять буду. Ситуация идиотская, не находишь ли? Если я встану, ты будешь стрелять. Если я не встану, Наверное, ты будешь там стоять, пока не упадешь от усталости. Я тогда, пожалуй, прилягу, отдохну. А я и сесть могу? Можешь. Тогда что тебе это даст? А я подожду, пока ты заснешь, и пойду к соседям. А я не буду спать. А я подожду. Жди. Жду. Что? Читаю. Сказки народов. Кошка и мышь Рассказывают, что в древние времена кошка и мышь были друзьями. Они беззаботно жили на одном острове. Там было много птиц, которыми питалась кошка, а мышь кормилась орехами и благодами каштанов. Однажды мышь сказала кошке, мне надоело толчать на этом острове. Ну, и долго мы так протянем? Часов десять. Может, даже больше. Лично я перед тем, как сюда идти, выспался. Могу хоть трое суток не спать. А ты? А у тебя есть другие предложения? Ну, давай так. Я сейчас встаю и ухожу. Ну, а ты забываешь меня, как страшный сон. Как это уходишь? А что ты хочешь? Возмездие за твой потревоженный сон? Между прочим, у меня завтра вставать рано. У меня важная встреча. Так тем более. Я ухожу. Ты ложишься спать. И все довольны. Хорошо, уходи. Да. Уходи. Да, это, это, дверь-то на балкон закрывай. Кто еще? Залезет кто? Спасибо за заботу. Не за что. Обращайтесь. Шнурки только поглажем. Это кто? Они по соседям слышали, как ты орал и вызвали полицию. Да, конечно. Кто там? Это Максим. Это Максим. Какой мой Максим? Да как я пойду-то? Твой Максим. Ах, ты шел там? Все, давай-давай-давай-давай. Игорь. Рита! Риту, у тебя все в порядке? Конечно. Рита, открывай. Рита! Что у тебя случилось? Ничего. У тебя что-то случилось? В смысле? В прямом. Подожди, это же ты мне звонила. Когда? Как когда? Минут двадцать назад. Позвонила, потом сбросила. Я перезвоню, и не берешь трубку. А потом вообще выключен. Представляешь? Что я должен был подумать, а? А что? А что? Сразу надо приезжать? Странная мужская логика. Логика? Может, я ошиблась. Ошиблась, взяла бы трубку. А мне очень некогда было. Занята была. Почему бардак такой? Искала одну вещь. Какую вещь? Слушай, а почему я должна тебе что-то объяснять? Слушай. Я тебя вообще-то спасать приехал. Что я должен был подумать? Звонишь посреди ночи, потом трубку не берешь. Спасибо тебе, конечно, большое. Но у меня правда все в порядке. Точно? Точно. Психанула. Ладно, я поеду тогда, да? Спасибо тебе большое. Поехал. Пока. Давай, чао. Чао. Пока. Слушай, а чаем не угостишь? Может, угощу. Угорию. Смотри. Смотри. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Спасибо Я понимаю Я сейчас это Чай попью И уйду Прям в ночь Чайник Что чайник? Кипит А в этом? Вот так А ты со мной не будешь? Я на ночь не ем Может быть все-таки в виде исключения? Нет Вкусно Что за чай? Обычный чай из пакетика Слушай, Марго Макс Что? Я тебя просила меня так не называть Что за пошлость такая? Марго Почему пошлость? Королева была такая Королева Марго Малдеть Хорошо Я не буду Слушай, Рита 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 Сядь, пожалуйста Слушай, Рита Я давно хотел тебе сказать Но все как-то не получалось Рита Рита